Эту хрупкую женщину судят за хищение бюджетных средств. Почти 5,5 миллиона долларов. Деньги, которые выделили на перепись населения 2009 года, по версии следствия, были успешно разворованы. Анар Мишимбаева, которую сегодня судят, утверждает, дело сфабриковано. Теперь вся надежда на масс-медиа. Вот звучат какие-то смутные намёки. Как раз я хотела попросить журналистов. Попросите, пожалуйста, журналистское расследование. Кто инициировал это уголовное дело? А ниточки, да, с чего начать? С какого? Вам будет интересно знать, что когда начались проверки 2008 года, я никак не отреагировала. Это подпишет телефонными разговорами. Я вообще никаких действий, никаких иммунала. Съёмки процесса запрещены. Все свидетели допрошены. Идёт ознакомление с 32 томами уголовного дела. За два с лишним часа судья зачитала только три из них. В них договоры, счета фактур, акты выполненных работ и названия фирм, через которые, по версии следствия, отмывали госсредства. Адвокат с прессой общается неохотно. Отвечает уклончиво. Я одно знаю, я считаю, что её вина не доказана по делу. Анар Мишимбаева подала в отставку четыре с лишним года назад. Фоном стал скандал, который разгорелся после национальной переписи населения. Сразу после отставки госпожа Мишимбаева взяла отпуск и улетела в Анталию, откуда так и не вернулась. Ей заочно предъявили обвинение и объявили в межгосударственный розыск. Беглянку нашли год назад. По ориентировке казахстанского финпола её задержали в Москве сотрудники МВД России. А в сентябре прошлого года Анар Мишимбаеву экстрадировали в Казахстан.